Всем привет! И сегодня я хочу начать снимать свое видео о моем кориантесе. Сегодня 15 декабря 2021 года и у нас есть повод для радости. Он будет свисти. Бутон просто огромный. Рука у меня, если что, небольшого размера. А вот размеры бутона, конечно, впечатляют. Но давайте о бутоне чуть позже. Сейчас я хочу рассказать о самом растении. Его я получила в июле этого года. Это был заказ от Перуфлора. Растение пришло достаточно засушенным. Вот старые бульбы. У меня есть, кстати, видео на моем канале о его получении. И лишь передняя бульба была с листиком и на нее были все надежды. У нее была одна живая почка. И, если честно, я переживала, что растение не вытянет этот рост, так как нет совсем корней. Но, к счастью, через какое-то время я увидела ростик. Он достаточно быстро вырос в эту бульбу. Она в два раза больше предыдущей. И сейчас, конечно, она выглядит ребристой и обезвоженной. Но до того, как начал формироваться цветонос, она была толстенькой и намного пухлее. Цветонос формировался неожиданно, конечно, для меня. Сначала я думала, что это просто ростик. Потому что у меня есть еще один кориантес. Он у меня уже год. Он растит бульбу за бульбой и никаких цветоносов, пока я там не наблюдаю. Но этот кориантес начал растить с вызревшей бульбы ростик, как я сначала считала. Но вскоре я увидела, что он растет не вверх, а как бы параллельно мху. Я сразу же подложила бирочку под него, чтобы он не ушел внутрь горшка. И стала наблюдать. Поначалу мне казалось, что он растет очень медленно. Я ходила, конечно, наблюдала и утром, и вечером, и днем. Вся была в ожидании цветения. И когда сам бутон уже сформировался, я думала, что ну вот все. Он сейчас уже раскроется. На тот момент он был сантиметра три, наверное. Сейчас же этот бутончик семь сантиметров. И, как видите, он до сих пор не раскрылся. А почему? А потому, что это, скорее всего, не Кориантос Альборозе. Я вспомнила про видео Киры из Калифорнии. Также вспомнила про видео Орхидеи у Лидии, если я правильно назвала название канала. И еще одна девушка ВКонтакте. Также получала Кориантос Альборозе из Перу. И что вы думаете? Ну, конечно же, ни у кого он не процвел, как Кориантос Альборозе. И я, видимо, не буду исключением в этой истории. Так как, во-первых, бутон слишком огромный. При этом уже по окраске самого бутончика я поняла, что это не может быть Альборозе. И плюс видно на шейке, на самой ребристость. И это все натолкнуло меня на мысль, что, скорее всего, это Кориантос Макранто. Сначала я, конечно, расстроилась немножко, потому что я очень хотела Кориантос Альборозе. Я вставлю фотографию его цветения. Это очень милый цветочек с малиновыми волосиками на носике, с малиновыми кружочками. Очень симпатичный. Он, конечно, намного меньше, но я все равно хочу его в свою коллекцию. Если кто-нибудь знает, где можно приобрести Кориантос Альборозе, чтобы он процвел именно как Альборозе, прошу, пожалуйста, напишите. Так как я теперь не знаю, где его можно купить. А как этот бутончик раскроется, мы увидим уже при следующем включении. Встретимся чуть позже. И снова всем привет! Сегодня 18 декабря, и мой Кориантос наконец-то раскрылся. Ура, ура, ура! Еще вчера бутон был полностью закрыт. Не было никакого намека, что он расцветет именно сегодня. И когда утром я включила свет у своих орхидей, я увидела его и была очень удивлена. Это, конечно, просто необыкновенное что-то. Я до сих пор в эмоциях, потому что это первый раз у меня расцвела такая орхидея, такая необычная. Я хожу, наверное, каждые пять минут и смотрю на него. Он просто-просто нечто. Такого я еще не видела никогда. Цветочек 10 сантиметров вырос. Он как будто пластиковый, твердый. Крылышки открылись полностью и свернулись. На шейке у него такие ребрышки. Внутри яркие бордовые пятна. Здесь мы видим нектар, который капает внутрь, как в кувшинчик. Туда залетают пчелки, другие опылители, и вылетают отсюда. Так они опыляются в природе. Но сейчас декабрь, никаких опылителей нет. Поэтому, надеюсь, он будет цвести долго. Но на самом деле я даже не знаю, сколько кориантеса цветут. Может быть, это будет как у стонхопии, три дня. Поэтому посмотрим, и я вам обязательно расскажу. Ох, аж дух захватывает. Моя дочка, кстати, когда я показала цветок, она тоже очень ждала, чтобы увидеть его. Она подошла и стояла, долго смотрела сначала на хмурю в брови. Я спросила, что такое. И она ответила, что он какой-то странный. Она ожидала нечто другое. Наверное, что-то более симпатичное. А так как я ей не показывала, как будет выглядеть цветок, то она вообще не ожидала такого цветения. И ей он не понравился. Ну, он просто, просто шикарный. Это мое последнее включение. В это видео сегодня уже ночь, 21 декабря. И как видите, он уже почти завял. Первые признаки увядания начались уже 19 декабря вечером. Сначала начали увядать крылышки. И сегодня утром я заметила, что вот этот кувшинчик, который был светлым с пятнами и таким пластиковым, твердым, он стал темнеть, краснеть и стал похож на сдутый мяч. Вот, если видите, я легко могу нажать. До этого он был прям очень твердый. И казалось, что его прям не сжать. Очень жалко, конечно, что цветение продлилось так мало. Но я счастлива, что я увидела его вживую. И, в принципе, за эти два дня, мне кажется, насладилась его красотой, насколько это было возможно. И, кстати, в предыдущем кусочке видео я не сказала, какой у него аромат. Потому что в первый день, если честно, у меня даже мысли не возникло его понюхать. И только вечером я вспомнила, что чем же он пахнет. И когда я его понюхала, я почувствовала анис. Такой сладкий, пряный, достаточно приятный аромат. Очень интересный, необычный. Я никогда не ощущала такого аромата от растений. Но мне понравилось. Это что-то новенькое, что-то необычное. Насладимся последними кадрами. Этой красоты. Ну вот и всё. Всем спасибо за просмотр. Спасибо, что вы вместе со мной наблюдали рождение этого красавца. От бутончика до завявшего цветочка. И до встречи в новых видео. Всем пока! И до встречи в новых видео. ВООДНЫЙ ПОДПИСЫВАЮТСИВАЮТСИВАЮТСИВАЮТСИВАЮТСИВАЮТСЯ!